По крайней мере на пистолетке им это удалось сделать, видят, что уходят на лонг, там они не встретят никакого сопротивления и бомба возможно пойдет с плитом на точку B. Ну, боюсь, могут перемудрить здесь команда Оффсет, нет, они не уходят в арку, это будет односторонний выход на мяч, он ставит две головы уже, ой-ой-ой, команда Оффсет, а вот этого не ожидали, наверное, работы Хуан Дигла с Ямой, здесь еще Тоби будет встречать Снекс, но Снекс меняет свое решение пойти через Хелпу и здесь можно спокойно закрывать, 20 секунд на таймере и, ну, мало шансов у команды. Ну, хотел сказать, Виртус Про, бомба падает и всего лишь Снекс, один остается, 18 секунд, ну, хватит Оффсет, чтобы поставить бомбу, неплохо разрулили ситуацию, когда оказалось, что, ну, отличную голову там ставил Снечи. Снекс пытается найти, 8 секунд, а бомба-то не подбирается этим временем, 7, 6, 5, можно просто Плентера сейчас убить и все, и это будет достаточно, чтобы Снексу выиграть этот раунд, ну, Снекс, но... Тоби, пытались застакаться на точке А, не вышло, и из-за этого их журить нельзя, потому что они попытались угадать, ну, тут было 50 на 50, Виртус Про продолжает не вести. На карте Дейнферно есть два Дигла на все убивания и ЦЗшка с армором, ну, там 16% здоровья, сейчас будет попытка выбить экономику, но отличная флешка залетает, теперь обращается с жизнью, ОВП работает, моментальный трейд-ин и остается Снекс, сейчас может поставить голову, на самом деле у него есть и время выбивания, подбирает трофейных калашников. Ну, все восточные славяне, если углубляться в историю от одних племен, ну, мы не разделяем, мы осуждаем твое мнение, но мнение может быть разным, тем временем, выход у нас на точку А, Три забирает одного, Смака забирает еще одного, а здесь уже двое, и команда Виртус Про была полностью готова к выбиванию на точке А, ну, это были пистолеты у команды Оффсет. О, Виртус Про еще круче, у них три Смака, еще и два Молотовых, ну, Миддл-то прожимается, сейчас может спокойно спину, команда Виртус Про даже может сейчас проиграть раунд, даже не начавшись. Пэр, серия разменов, еще и в голову ставят мичи, думают, что здесь никого нет на точке Б, и это может быть ошибкой. Один лишь рис остается на Б-планте, палец и Смаком, и сейчас с двух сторон зажимается команда Виртус Про. Такое форсированное развитие событий у нас на пистолетном раунде Виртус Про. Не мать, быстрая перетяжка будет на точку А, ездив в юскиты, но видим, что у нас четыре человека на карте всего лишь пока остается, и ни у кого нету армора. Не знаю даже, кому это лучше на руку, но я на команде Виртус Про, все-таки Глок имеет 20 патронов, что для них небольшое преимущество. Мичу обходит спину, и сейчас, возможно, будет эйс, и он здесь не будет открываться, забирает одного, это может быть эйс от Мичу, какой перформанс на... Рис на коврах, ну не веди движуху, в размен гранатами, да, пытаются играть как-то на нейро команды оффсет, но они же за бетонно стоят. У них отличное терпение, отличное понимание, и спокойно никуда не врываются. Тоби про промах, врывается в арку, но здесь Тодоту собирает шашлык, четверых он смог забрать, и Веги отлетает, и ТПР, и это... Приходится сейчас пытаться как-то раскрутить команде Виртус Про, 2 СГшки и Калашников, против уверенных португальцев, которые не допускают ни малейшего, ненужного стрейфа, играют уверенно, еще и по голове прострелом попадают, Снэчи, 53% здоровья не остается, ТПР, забирает Мичу, Тоби, разменивает своего оппонента, и Снэчи отлетает. Дорогие друзья, это 16.9, полностью, они говорят, бэклир, и будет установлена там бомба, Снэчи даже есть время, чтобы поставить в открытую, но не дефолт, и первые контакты происходят, Джаст, под смоком, уходит Снэкс, Мичу забрал первого, но в ухо ловит сразу же, Размен, Джаст на Разме, 3 в 2 ситуация уже быстро, быстро Размен от команды оффсет, моментальный трейдин, и еще и Снэчи отлетает. А куда пошли-то у нас поляки? Здесь они решили, и ПХР тем временем очень быстро прожимает мидл, подгорает, чуть ему придется здесь выйти, и оффсет не понимает, что он здесь находился, но тиммейт его прикрывает. Чуть не умер ТПР, Тоби его смог прикрыть, и, значит, все-таки его добирают, еще и зелень прожимается, оффсет пока вниз коммуникации, не понимает, откуда выходят поляки со всех сторон. И сейчас контакт будет уже в сайде, Джаст забрал одного, но это без шансов для него, Мичу разменивает этапы, теперь ситуация, это было неплохим таким догадочкой мог стать Снэкс, что это выход по точку Б, Ирис угадывает в упоре, встречает первого, в общем, может забрать третьего, но Мичу на Размене, хорошо, можно выйти на точку Б, один лишь Стадода остается опорником Б плента. Такой затишь, и здесь будет игра тайминга, Стадода находит ПХР, остается красный Веги и Мичу с Калашниковым, но у Веги снайперская винтовка, зонируется смоком, есть плацдарм для действия у команды атаки, можно закрыться в этом смоку, что делает и Мичу, обходит своего соперника. Может здесь спалить Стадода, Стадода по шажочку пытается, проверяет, но Веги заходит в спину, Веги сейчас отлетит, если он там не продемонстрирует какой-то чудеса реакции, Мичу забирает первого, 73% здоровья, понимает, где второй, получает по голове, 30% здоровья у него остается, откидывается флешечка, Джаст пытается байтить, но Мичу не ведется. Михаил Мюллер, а сейчас Джаст садится и диффузит, Мичу это понимает, один, один, секунда. По раскладам, по крайней мере на бумаге, у Виртус Про, посмотрим, сможет ли он реализовать, я там готов, по-моему, зарезать, да, и это Кабанчик, АТОБИ, это два беззарядных Винуса, ребят, зелень, зелень, ну, в следующий раунд, раз, конечно, они посмотрят, но это в следующий раунд, а это девятый раунд. ПП шнуться сюда. Видит тень, но не поверил, Снекс, 1% здоровья у него остается и снайперская винтовка, ну, бомба на руках. Прощает его, Смок упрыгать ближе к трансформатору, прокидывается Смок, а здесь не думает, что он может так быстро пройти, а это уже ситуация-то не слишком хорошая для команды Оффсет. Пытается байтить на бомбу, Снекс здесь может спалиться, но он встает в упоре, как играет Януш Покоржевский, еще может здесь зайти в спину и развернется ли игроком команды Оффсет, нет, он спиной стоит и утыкается, думает, что это... Что это поезд... Идти кого-нибудь в Смоках. Рис устремляется на хелпу, Веге ставит два отличных минуса и Рис забирает двоих спину с 1% здоровья. Веге отшибает одного игрока и Рис с 1% здоровья остается, но здесь в одну пуля в него попасть, да, и Виртус Про отвечает пистолетным раундом. Становится на быстрый врыв на зелень. Оффсет. Снекс, неплохая голова, даже чуть-чуть уже уснули мы, ничего не ожидал на самом деле от команды Виртус Про. И тут Снекс ставит голову, напоминает о своем существовании на карте. Неплохо, в том, что проверяется, Веге проверил себя. Но Мичу смог забрать спину, и это максимум, что он выжил из Юспа. А здесь ПХР с 5-7, ему будет, в принципе, достаточно здесь ворваться. И заметьте своего соперника, да, до раскрытия Смока он видит своего оппонента и его забирает. Снекс тем временем поджимает уже Б, дает информацию своим тиммейтам, и там будут зажиматься в тиски. ПХР с трофейным сигом сейчас может войти в Смоки и найти своих оппонентов. Пытаются не прожать через поезда. Снекс забирает еще одного, и может ему оставить третьего, но ПХР забирает спину, и это 9-10. С вами третью карту. Это, напоминает, будет D-Overpass. Снечи прощает своего оппонента. Ну, падает-то не совсем вниз, неплохо он развел своего визави. А куда здесь прорывался Веге? Ну, излишняя агрессия, еще и разменивает рис. И вот ситуация 10 секунд переворачивается. Буквально здесь мог еще забрать, но его все-таки прикрывает. Бомба установлена, близкие позиции, и ПХР в скопе без проблем забирает. Virtus.pro. Железно стоят на позициях, даже вот нервы немножко сдают у снайпера команда. Тем временем Януш по-крыжельски прожал одну из позиций, но что дало плацдарм для действия команде Offset. Потому что Снекс, ну, слегка так... А, команда Offset, прием. Почему здесь не ждали Снекса? Он же вроде здесь аж двоих забрал. Но это уже все вопросы. Команде Offset. Равенство по живой силе. В конце раунда. 25-го. Сто доду забрал еще ПХР, а можно было сидеть просто по позициям. И А точка открыта. Снечи остается снайперской винтовкой. Всего лишь... Всего лишь. Да ему его хватит. Сейчас будет отличный фликшот, проверяйте. Снечи, давай. Фликаем. Фликаем и забираем. Понимает, что где-то сверху находятся оппоненты. Безответный минус от Снечи. Еще и в спине находится ПХР. Сейчас будет на шифтаг пытаться прожать. Потихонечку у нас... Потихонечку у нас команда Virtus.pro выбивает своих оппонентов. И это, скорее всего, 16-й для них. Да, видим, что ПХР. Все, я ждал, когда он заберет спину. Ну что ж, дорогие друзья, это ничья. Это 1-1. Virtus.pro забирает свой пик. Это 16-10. Напомню, что оффсет забрали до Инферно. Команду Virtus.pro. А здесь-то их ждут Снечи. Сейчас будут выходить на прицел к нему. И в первом вегет Веги забирает ТПР. Можно еще забирать второго. Вылазка команды. Оффсет проваливается. Выход на монстр. Остается 43% у него здоровья. Веги тем временем врывает в точку А. Забирает первого. Игрок у команды Оффсет. И неплохо. Забрал Михаила Мюллера. Он его уже в спину обходит. И вьюз кита... Киты валяются. Но здесь ПХР в спину без проблем. Затылок отправляет. Попятится на болото. Но здесь ему простреливают. Джаст ловит маслину через железку. ТПР на Crossfire. Забирает одного. Часто тут ловит в спину. Веги тем временем. Мечется по пленту практически. А Снекс тем временем идет в спину. Здесь Януша по-каржелесски. Я уверен не ждут. Да, тайминги конечно должны попытаться сыграть на руку команде Оффсет. Но Джаст не смог зажать. У него всего лишь 20% здоровья. 5% здоровья оставалось. Но ТПР тем временем Бомбкерри забирает. Но Януш по-каржелесски разменивает. Это 3-0. Выход через монстр. ТПР забирает Бомбкерри. Ну 30 секунд на таймере. Два человека остается у игроков из Польши. Сверху лишь. ТОБИ тем временем находит Снэча. Точнее Снэча находит свою смерть. И здесь можно двоих поймать. ПХР забирает. Риза. Без проблем. Еще можно забрать второго. Вот что Крик животворящий делает. Скоуп отлично работает для игрока команды Виртус Про. И ситуация из 5-4. Буквально здесь секунд превращается. Это 4 в 2. Для команды Виртус Про. 4. Игрока у команды ОВС. 20 секунд. Думали, что пойдут на точку Б. Потом на А. Теперь опять на точку Б. Снэкс. Без проблем. Заходим на точку Б. И это опять 4 в 2. Это говорит о том, что опорники не справляются. Но подождите 6 секунд. Еще 5-4. Нигде подбирается. Бомба-бомба вниз. Упала. И вот так вот. Вот развитие событий у нас. Играет злую шутку с командой Виртус Про. Огромный кусок карты забирает сейчас команда Виртус Про. Огромный кусок информации. Здесь еще снэкс. Неплохая подсадка. Нужно попасть в одну голову всего лишь. И забирает Джаста. Это 5 в 3. Это ни одного хеллспоинта. Пока не снято у команды Виртус Про. Но бомба установлена. Тройка игроков команды Оффсет сейчас. Будет пытаться совершить. Уверпассовское чудо. Но это головы для команды Оффсет. Один лишь рис остается на выбивание поляков с точки Б. Забирает двоих. Нужно прожимать. Сейчас ну и рис открывается сам. Попытался спауни. 25 секунд. Португальцы. Ну да, хорошо. Куда сейчас выходит Стадода. Пытается создать эффект присутствия на точке А. Но Виртус Про стоит намертво. И 10, 14, 13. Снэкс падает. Но здесь беги зажимают. Выхочи собирают третьего. И это без шансов для команды Оффсет перетянули. Если я говорил, что на поздних таймингах они выходят. То они выходят на супер поздних таймингах. Которые не позволяют им даже после того, как игрок команды Рис. Галил и 4 СГшки. Гранаты. Их уйма. Можно раскидать. Оба плента. Забирают одного. Можно даже поймать двоих. Вегис. Не без помощи своих тиммейтов. Забрал двоих игроков. И сейчас еще красный остается Тоби Оффсет. Раскрутить свои девайсы. Дефюс китов нету. Время играет не на руку. Команде Виртус Про нужно действовать. Три человека выходят с шарта. Тем временем Рис палит свою позицию. Даже не забрал одного игрока. И это может кончиться очень плохо. Джаз находит с Нэксу. Еще и попадает по ХПХРу. Ну, раскручивает ситуацию команды Оффсет. Да. Прошу прощения. Довели, конечно, они ситуацию просто до критической. Но смогли исправить ошибки своих тиммейтов. Джаз вместе с Ризом. Предсмертный клич для команды Оффсет. Будет сейчас доноситься из стволов. Галилов и Мака. Это 4 в 2. Тоби убирает с карты Митчу. 3 в 2. Неплохо. Не сильно плохо пока все для команды Оффсет. Было до этого минус. А Снэкс смог расправиться своим визави. 100% здоровья остается. Болельщиков из Португалии. Прокидывается ему еще Мотов. Но забирает по ХР. Не сгорает он. А Снэкс может просто в тупую сессию раздефузить. У него есть смок. У него есть время. Снэкс, садитесь в дефуз. Это, в принципе, за столбом. И это, дорогие друзья, 16.9. Это 16.9. Для команды Virtus.pro они забирают встречу в свою пользу. Снэкс. 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 Снэкс.